Мы видим, что у нас в Эстонии очень переменчивая погода, которая создает многим людям сложности для пешеходов и для автомобилистов. То у нас на дороге каток, то снег, который был не убран и невозможно проехать, сосульки падают с крыш. В общем, угроз достаточно много и для нашего здоровья, и даже, может быть, жизни. И поговорим о том, как решить эти проблемы можно с помощью страховых фирм, с брокером и страховой фирмой Коменсур Киндл Стусмаклер Екатериной Лузик. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро. Ну, как я уже сказала, достаточно много проблем. И вот недавно в новостях была такая информация, что стоят машины, на них попадали ледяные глыбы с крыш домов. Что могут сделать владельцы этих автомобилей в таком случае? Ну, первый вопрос, на который должен ответить владелец автомобиля, это есть ли у него действующий полис КАСКО. При наличии данного полиса он обращается в свою страховую компанию и получает возмещение. Если страхового полиса КАСКО у владельца автомобиля нет, то он может получить возмещение по полису ответственности домовладельца, либо квартирного товарищества. Что он должен сделать, чтобы получить от них какое-то возмещение? Как правило, это происходит так, что он должен отремонтировать автомобиль за свой счет и потом предъявить претензию квартирному товариществу, либо домовладельцу. Если у квартирного товарищества есть полис ответственности, то они передают это в свою страховую компанию. Если данного полиса нет, то всю финансовую нагрузку они несут сами. Ну вот, скажем, у человека есть страховка КАСКО, но он не хочет платить, то есть он не хочет участвовать в самофинансировании этого ремонта, поскольку там может быть 200-300 евро составлять. И иногда ремонт, собственно, такую сумму и составит. И он хочет сразу потребовать возмещение от квартирного товарищества. Может ли он это сделать? Да, он может пойти двумя способами. Либо будет этот случай разбирать его страховая компания и вернется с регрессом к квартирному товариществу, либо он напрямую может предъявить претензию и получить ту самоответственность, которую он заплатил, также к возврату. Я бы еще уточнила, он должен напрямую обращаться к председателю квартирного товарищества или все-таки лучше обратиться в свою страховую фирму, и тогда уже страховая фирма будет связываться с ответственным лицом? Да, конечно, это во многом упростит, и ему будет так даже проще. Если нет страховой компании, конечно, тогда ему нужно обращаться к председателю. Ну, когда мы говорим об автомобилях, это, конечно, неприятный случай, но, в общем, достаточно легкий, если сравнивать с человеческими жизнями. Да, скажем, если сосулька или глыба падает на человека, причиняет ущерб здоровью, может быть, даже очень сильно меняет качество его жизни потом, и ему требуется длительный восстановительный уход. Что может делать человек в этом случае или его родственники, может быть, если человек сам не дееспособен? Ну, в этом случае, если он заранее позаботился о том, что у него есть поле страхования от несчастного случая, то он может получить соответствующие выплаты. Как правило, хагикасы покрывают лечение, но наши хагикасы не покрывают возмещение на восстановительное лечение, такие, как назначенные гимнастики, что очень важно, бассейны, массажи, назначенные врачом. И в этом случае поможет поле страхования от несчастного случая. Также в поле страхования от несчастного случая можно получить одноразовую выплату. Соответственно, у каждого страховщика есть соответствующая таблица выплаты. Если, предположим, человек был застрахован на сумму 10 тысяч евро при падении и переломе руки, он может получить компенсацию в 250 евро. Это одноразовая выплата. И многие люди все-таки страхуют своей жизнью. Например, если ты берешь кредит на жилье, то страхование жизни обязательно. И, соответственно, многие люди все-таки располагают таким страхованием. И страховка от несчастного случая туда входит, или все же ее нужно заключать отдельно со своей фирмой? В страховании жизни можно взять дополнительный риск, туда тоже внести страхование от несчастного случая. Но, как правило, его можно взять и отдельно. И тогда получить возмещение какое-то. Да, и получить возмещение при травме какой-то. Все-таки, когда мы говорим о страховании при кредите, это больше страхование самой жизни, нежели несчастного случая. То есть это человек уже по собственному желанию может присоединить это? Да, это как дополнительный риск. Если говорить о том, что один случай, когда человеку упала глыба на голову, у него будут, естественно, одни повреждения, достаточно серьезные для здоровья. Если он упал, сломал руку, конечно, это тоже очень плохо. Но, в принципе, восстановиться здесь проще. Вот как страховые фирмы определяют величину этого ущерба, каким образом они возмещают ее? Ну, как я уже сказала, у каждой страховой компании есть таблица, которая в процентах возмещается в соответствии причиненному ущербу. Ну, то есть, как бы человек попадает в больницу, там ставится диагноз, и уже в зависимости от этого диагноза страховая фирма определяет смещение. Иногда может пройти год, чтобы назначено. Если мы говорим, например, о инвалидности, то проходит какое-то время, чтобы можно было установить, в каком проценте все-таки человек пострадал, и в каком проценте он не дееспособен. И только тогда он может получить возмещение. Если человек падает и ломает руку, то есть он тоже сразу не получит этого возмещения, он должен дождаться вашего решения? Ну, страховой фирмы, я имею в виду. Да, он должен дождаться, ну, как правило, если страховщики получают все документы от врача, то в плане перелома это не так сложно. Если мы говорим о таких мелких ситуациях, когда человек подскользнулся, упал, что-то потянул, повредил, имеет ли смысл на это тоже страховать себя от несчастного случая, недостаточно ли это мелко? Ну, мы никогда не знаем, что ждет нас впереди, и мы не знаем, как мы упадем, и какие будут последствия. Все-таки, если мы говорим о страховании, то это то, что непредвидено, поэтому мы заранее не можем уже предугадать, что с нами произойдет. Поэтому, если мы хотим каким-то образом защитить наше будущее, то можно в данном случае выбрать полис страхования от несчастного случая. Вернемся к нашим машинам. Очень часто бывает так, что они остаются на одной колее и не могут разъехаться. И, в принципе, пытаясь разъехаться, повреждают друг друга. Кто прав, кто виноват в этой ситуации, куда бежать, и как определить степень своего самофинансирования или своей вины? Ну, в данном случае, если мы говорим, что машины не смогли разъехаться, одна клея, и они съезжаются и повреждаются, то они оба виноваты, и получается ответственность 50 на 50. То, если автомобиль А и Б, предположим, то страховая компания владельца автомобиля Б компенсирует половину ремонта автомобилисту А, и также, наоборот, страховая компания автомобилиста А компенсирует ровно половину ремонта автомобилиста Б. И вторая половина ложится на плечи уже самих автомобилистов. То есть самофинансирование присутствует? Да, если нет полюса КАСКО. Ну вот, кстати, да, я хотела задать вопрос, если у одного из автомобилистов или даже у обоих есть КАСКО, тогда это что-то меняет в этой ситуации? Ну, тогда, конечно, это меняет. Они тогда могут ремонтировать по полюсу КАСКО. Предположим, если одна из машин была дорогой, то, конечно, невыгодно ремонтировать по обязательному дорожному страхованию, потому что половину ремонта не несет его сами, поэтому выгоднее будет заплатить самофинансирование. Как правило, оно составляет 200 евро и ремонтировать свой автомобиль по полюсу КАСКО. Ну вот мы видим, что действительно на дорогах очень много различных несчастных происшествий и с большими грузовыми машинами, в том числе с полицейскими машинами даже. Хочется спросить еще о том, что вот у нас сегодня мы наблюдаем оттепель. И часто оттепель не очень хорошо влияет на состояние наших домов. Вода проникает в подвалы, вода может проникать через крышу в дом, и тогда тоже наносится некий ущерб имуществу. Каким образом здесь поступать? Ну, практически у всех страховщиков в общих условиях прописано, что проникновение воды через конструкции здания не является страховым случаем. Но если мы говорим о том, что три дня, предположим, шел снег и не представлялось возможности его убрать, то есть он не переставал идти и не было смысла, скажем так, его убирать, и на четвертый день наступила резкая оттепель, то, конечно же, мы можем говорить о том, что это страховой случай, потому что это непредвиденное действие, и можем рассчитывать на какое-то возмещение. Но по данному риску все-таки оценивает инженер по рискам. Страховой фирмы, от которой была получена страховка. Да, абсолютно верно. Ну что же, мы благодарим брокера и страховой фирмы Коменсуру Кендл Стусу Маклера Екатерину Лузик. Спасибо огромное, что пришли, рассказали, как нам быть в этой сложной снежной ситуации. А сейчас переходим прямо к новостям актуальной камеры, которая представит нашему эфире Татьяна Космынина.